Диалог на равных. Соглашение сотрудничества подписали администрация Владимирской области и Всероссийско-общественное движение «Волонтёры-медики». Теперь 33-й регион официально вошёл в федеральное объединение. Сегодняшнее подписание соглашения – это результат большого труда. Обычно подписывают соглашение, а потом дело начинается. Данная ситуация – это хороший пример того, когда уже сделано и делается очень много, и мы подписываем соглашение о дальнейшем развитии. В этот же день в Доме молодёжи прошла встреча студентов медучреждений области и председателя Всероссийского движения «Волонтёры-медики» Павла Савчука. Обсуждали развитие медицинского добровольчества в стране. Студенты рассказали о своих проектах, о том, как они реализуются. Смогли задать и личные вопросы Павлу, почему он решил пойти учиться по этой специальности и как он во время учёбы успевал помогать нуждающимся. Чем меньше у вас свободного времени, тем более правильно вы расходуете. Вот когда у меня там было свободного времени час-два из-за учёбы, я эти час-два такие волонтёрские проекты придумывал, там в транспорте ехал, что-то отвечал. То есть нужно просто правильно рассчитывать своё время. Участников встречи наградили благодарственными письмами за значительный вклад в работу Всероссийского движения. В их числе и медики из Ковровского колледжа. На базе этого учебного заведения действует волонтёрский центр «Добрые сердца». Это патриотическое направление, социальное направление, надобная помощь, потом у нас профилактическая и медицинская. Соответственно, у нас по каждому направлению есть ребята-студенты, волонтёры-медики, которые отвечают за свою работу и направляют ребят непосредственно на волонтёрскую помощь. Так, в рамках работы центра студенты организовали занятия по мини-футболу для детей с синдромом Дауна. Скоро юные спортсмены будут участвовать в чемпионате города.